В минувшие выходные состоялась седьмая летняя спартакиада учащихся Кубани 2015 по легкой атлетике. Проходила она на городском стадионе номер один. В состязаниях приняли участие юноши и девушки из 30 муниципальных образований. Кто представлял наш район и с каким результатом закончила спартакиада, смотрите в материале Тины Копачевской. В день проведения спартакиады у участников, зрителей и всех гостей порадовала хорошая погода. Яркое солнце, легкий теплый ветерок и чистое голубое небо. На торжественном открытии к участникам обратился председатель районного совета Григорий Литовко. Наш стадион имени Николая Петровича Бурлака носит его имя. Мы гордимся ветеранам. И всё, что делается сегодня, строится манеж. Вот ремонтируется такой грандиозный стадион. И многие-многие другие спортивные объекты – это благодаря мужеству и стойкости наших воинов, которые отстояли нам великую победу. Буквально два года назад стадион выглядел иначе. В 2013 году за счёт средств местного бюджета начали выполняться работы по капитальному ремонту легкоатлетического ядра стадиона. Было реконструировано футбольное поле, уложен новый газон, установлена система водоотведения. И вот теперь впервые на нём проводятся соревнования такого масштаба. Соревнования значимы тем, они проходят практически как Олимпийские игры. Проходят раз в два года. Среди спортсменов старшей возрастной категории, то есть в данный момент это 98-99 годов рождения. Мы отбираем этих детей в течение двух лет. Сейчас отбираем лучших для участия в «Спартаке» от «ЮФО». Это будет отбор являться. Нужно выиграть команды, только занять первое место, чтобы попасть на всероссийские соревнования. Это знаковое соревнование, так как это всё у нас на правительстве, на нашем уровне. То есть показать, что мы кубанцы, что мы лучшие. По словам Виталия Смирнова, «Спартакеада» проходит именно в нашем городе не случайно. Ведь Слаинск на Кубане – один из самых спортивных городов края. Очень хорошая плеяда шестовиков у вас здесь. Я думаю, что, наверное, руководителям и нам, и мне бы лично хотелось, чтобы не только шестовики здесь вырастали, но и другие виды спорта, как мы видим. И появляются у вас уже другие виды спорта. Там и многоборья ребята занимаются, там и метаниями. Очень интересный стадион. Недавно построился у вас новый манеж, новый стадион. Всё есть для развития всего. Не просто лёгкой атлетики, а вообще спорта. Всего в соревнованиях приняли участие около 500 юных спортсменов Кубани. Программа «Спартакеада» оказалась очень насыщенной. Участники состязались во всех видах лёгкой атлетики – беговой программе, прыжкам в шестом, прыжкам в высоту, в длину, метании, толкании ядра. Хотелось бы увидеть плоды наших трудов, так как Министерство спорта, в частности, Министр спорта Людмила Александровна Чернова, вложила очень много сил, очень много желания. Команда, вместе с ней работающая, много сделала для того, чтобы состоялся этот огромный, важный старт в жизни лёгкой атлетики и вообще в спортивной жизни Кубани. Надежда Буштец из Славянского района – одна из тех, кто представляла нашу малую родину. По прыжкам в шестом заняла второе место. Она родилась в семье спортсменов. Буквально все члены её семьи занимаются разными видами спорта. Папа – греко-римской борьбой, сестра – фитнес-инструктор. А Надежда выбрала лёгкую атлетику и не случайно. Этот вид спорта, по словам девушки, требует именно те качества, которыми она обладает. Меня почему-то вдохновляет лёгкая атлетика. Ну, самое главное – сильных духом. А вот Тамара Каретникова из города Краснодара заняла первое место по прыжкам в шестом на этих соревнованиях. Лёгкой атлетикой она занимается уже шесть лет. Так совпало, что Тамара тоже пошла по стопам родных. Её дедушка – тренер по прыжкам в шестом, а тётя активно занимается этим видом лёгкой атлетики. Соревнования очень важны для юной спортсменки. Для меня это вот как бы дорога на соревнования, будет ЮФО, и в конце августа будет Спартакиада, второй этап. Но я собираюсь туда попасть. По итогам Спартакиады все участники заняли места согласно своей категории. В общекомандном зачёте команда Славянского района по лёгкой атлетике заняла седьмое место. Несмотря на то, что кто-то вырвался в лидере, а кто-то немного отстал, все участники получили большой опыт, новые знакомства и массу ярких впечатлений. Тина Капычевская, Игорь Ванчугов, программа «События». До свидания. Продолжение следует...